В продолжении цикла видео о введении беременности в нашем центре мы сегодня поговорим с вами о ультразвуковом скрининге второго триместра. Ультразвуковой скрининге второго триместра позволяет оценить анатомию и фетометрию плода, оценить возможные какие-то хромосомные аномалии, работу плаценты, околоплодные воды и так далее. И для того, чтобы узнать все подробности, особенности ультразвукового скрининга второго триместра, мы хотим обратиться к нашему эксперту в ультразвуковой диагностике, заместителю главного врача Центра иммунологии и репродукции, к урганникому Андрею Сергеевичу. Андрей Сергеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Какие сроки являются оптимальными для проведения ультразвукового скрининга второго триместра? Оптимальным сроком для проведения ультразвуковой диагностики во втором триместре является срок 19-21 недели. Ультразвуковой скрининг первого триместра оценивает генетические риски и хромосомные аномалии. Подскажите, пожалуйста, какие задачи ультразвукового скрининга второго триместра? Скрининг второго триместра еще называют анатомическим скринингом. То есть его основная задача – это оценка строения внутренних органов ребенка, его конечностей. Кроме того, сюда относится оценка строения плаценты, стенок матки, количество околоплодных вод, пуповины. В большинстве случаев мы рекомендуем также проведение доплерометрии уже на сроке 20-21 недели. Какие маркеры оцениваются при ультразвуковом скрининге второго триместра? К маркерам хромосомных аномалий при проведении скрининга второго триместра относятся обнаружение любых пороков развития плода, укорочение его конечностей ниже пятого процентиля, гипоплазия носовых костей, аномальный профиль, аномальное сформированное лицо. То есть все то, все те анатомические структуры, которые мы оцениваем во время скрининга второго триместра при обнаружении отклонения от нормы, это может быть расценено в том числе как и маркер хромосомных аномалий. Андрей Сергеевич, скажите, можно ли в эти сроки точно определить пол плода? Это очень частый вопрос, который задают наши пациентки. В большинстве случаев на сроке 19-21 неделя пол ребенка вполне возможно определить, они очень отличаются, половые органы уже сформированы. Исключением является так называемая аномалия развития половых органов, когда при неправильном формировании половых органов мальчика, они очень похожи на половые органы девочек, но это скорее исключение из правил. В большинстве случаев при положении плода, позволяющем увидеть половые органы, пол плода мы определить можем. Андрей Сергеевич, спасибо вам большое. Мы получили подробную информацию о ультразвуковом скрининге второго триместра. Тем временем наша будущая мамочка Анна прошла это исследование, и мы попросим ее поделиться своими впечатлениями. Анна, здравствуйте, все хорошо? Все хорошо, с малышем все в порядке, и Андрей Сергеевич очень много дал нужной информации, рекомендации по уведению беременности, поэтому вопросов у меня практически не осталось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова